В свое время такое было, что бы пробиться на телевидении, Пивун пел, и не только песни. Потому как телевидение работало. Сегодня ситуация другая. Пивун напел, но песен 20-30, заказал копеечку и получает. О, бред! Вы попробуйте на телевидении попахать. Скотство — это любимая тематика одного интернет-издания. И мы с этим поборемся. Теперь уж точно. То, что я купил, будет приглашать тот старый звук. Уж простите, но мое искусство не пропить и не зафигачить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то можно сказать, что дождь снимать нельзя. А вот мы опровергли все эти утверждения и снимем, точнее, сняли машину, которую я всю жизнь хотел снять, поиметь. В общем, автомобиль крайне одиозный и уникальный. Чем он уникальный? Тем, что это Олс-мобил. То есть старый автомобиль. То есть не в смысле старый, а марка, зарекомендовавшая себя. Автомобиль, конечно, американский. Автомобиль, который, к большому моему сожалению... И, к сожалению, Максим прекратил существование. Для чего, непонятно. Ну, политика наша автоконцернов такая. Автомобиль с 4-литровым двигателем. С американским стандартным фаршем. Таких размеров. Фу! Трудно мне вот словами передать, но попытаюсь. Вы когда-нибудь хотели бы себе приобрести автомобиль на автомате, который умеет вот так летать? Е-мое! Аж страшно не пересказать. Еще и на летней резине, еще и в начале апреля. А почему так страшно? Потому что 250 лошадиных сил. Ой, мама, не кайфует. Но это все эмоции. По сути, вопросы. Полсмобил Аврора. Аврора, ну, по-гречески, если я не ошибаюсь, это богиня войны. Машина создана для автомобильных войн. То есть можно так вот продемонстрировать все свое превосходство над мелкоразмерниками. А еще, еще почему я так смеюсь? Потому что сегодня в Парет-ТВ смотрел рекламу. Там сумрачный мужичок говорил, что не люблю я немцев, не люблю я финнов, не люблю я шведов, не люблю я америкосов, а люблю я узбеков. Я почему-то очень сильно посмеялся, потому что на Nexie попытались уйти от Ford'a Crown Victoria. Но это просто нонсенс. Сколько стоит машина и что сюда надо вложить? Машина с бесподобной внешностью. Машина, в которую влюбляешься, даже завидев ее далеко в потоке. Машина с такой ярко выраженной пилейной частью. Которая, честно говоря, не уступит моему линкольну Таунгкару. Машина примерно за 8 тысяч долларов или в обмен на ВАЗ. Машина 95-го года. Ну здесь, конечно, надо еще поработать над ней, потому что... Ну, надо поработать. Но в итоге вы получаете такой автомобиль, который точно один в городе. Да и в Челябинской области, если штуки три насчитает цель, то есть ваша индивидуальность будет подчеркнута однозначно. Ну и в заключении своего монолога скажу, а точнее спою, подайте, дайте, 5 штук баксов. Все остальное я отдам потом. Начнем с того, что назовем этот автомобиль американским прейсером. Почему мы так его хотим назвать, скажем, попозже? А пока что такое «Оксмобил»? Это автомобиль, который появился в конце 1994-го года и сразу произвел фурор на автомобильном рынке США, естественно. И продолжал производить практически до самой кончины самой марки «Оксмобил». Потому что этот седан люкс-класса и он был призван конкурировать и конкурировал с такими известными автомобилями, как BMW пятерка, Mercedes E и даже S-класса, и Acura TL, и RL, и Honda Legend. Мог ли он конкурировать? Да, конечно. По внутреннему фаршу он даже многих превосходил. Потому что здесь уже в стандарте было кожаная отбивка салона, регулировка сидений водителя и пассажира. Да, в общем, то, чего ни BMW, ни Mercedes в стандарте не предлагали никогда. Только в опциях. И этот автомобиль, в отличие от обыкновенных американских тогда, он еще и настроен был по-другому. То есть это был спортивный мукседан. И он остался им. Этот вот автомобиль 95-го года выпуска до сих пор вполне живой. А как он управляется? Ну, с американцами сложно сравнить. Скорее, подвеска здесь европейского типа. Хотя по плавности кода все-таки американец. И вот почему я начал говорить по крейсеру, да, американскому? Потому что нам бы с Алексеем хотелось бы вот с такого крейсера «Аврора» допольнуть бы по нашему автопрому замечательному. Потому что они таких автомобилей никогда не выпускали и, наверное, уже не будут выпускать. Конечно, американский автопром рулил и будет рулить. Как они к машинам-то относятся? Вот в Европе, например, только Вольво крутая, только Мерседес Бенц и Ауди. Крутизна, которую можно купить. Мы про экстра-бренды молчим, они, конечно, не для нас. Японцы красивы, но к нам их не везут. По одной простой цене – дороговизна. А вот Америка – круто и недорого. Но по сути дорого, учитывая нашу идиотскую растаможку. Ну, не хотят власть придержащей, чтобы мы ездили на классных авторах. Но власть придержащей рухнули долларов. И мы можем по сусекам поскрести и купить себе уникум. Взять, к примеру, Oldsmobile Aurora. Офигенная тачка. Реально крутая. Было всего две их версии. Это первая. Крутой, грамотный, навороченный, люксовый, спортивный седан. Купить такой – это сказка. Довести до ума еще круче. Мне, чем американцы нравятся, так ихними движками. Офигенный объем и маленькая типа мощность. Какого хрена они теперь мощность реальной указывают, непонятно. Но там крутящий момент. Круче Америки ездят только Mercedes 600 и Boomer той же серии. Быстрее с форсированием прут только несколько японцев. Но после 150 разговор только об Америке. Здесь рулят литры, а это конек Америкосов. При этом в таких пределах, в таких пределах по скорости все машины становятся практически влитыми в асфальт. Я как-то крутанулся на 140 на американца. Было круто, и машина устояла. Конечно, я бы купил Аврору. Без базаров и косяков. Машина в реальности правильная. Машина, от которой и тогда, и сейчас невозможно глаз оторвать. Жалко, конечно, что американские моторы похоронили эту офигенную марку.